Я вот знаю, что в Adidas, если вписываешь модель обуви, она показывает на какой полке и сколько штук осталось. Нужно провести такой вот анализ. Системы, которые можно будет оплатить через телефон, можно также наличкой будет уже на кассе показать. Статистику можно ввести, что продается. И мы хотим еще ввести рекламу, когда человек покупает, что придется, что он самым больше покупает. Ему на телефон приходит, что вот скидка на этот продукт, среди вот сегодня. Также будут скидки, когда он берет, например, масло. Он не знает, что есть скидка, но взяв масло, он говорит, возьми еще две пачки, на третье взгляд будет скидка. То есть он вылечит количество продаж, и он будет очень быстро. Как совместить с телевидением? Мы придумали, что тоже скидки. Вот каждый человек хочет экономить. И будут такие вот коды или QR-коды, которые нужно сканировать. Будет идти телешоу, сериал какой-то, фильм. Вот состав набор кода, там какое-то внимание, вот часть кода, чтобы оно так не сильно падало в глаза. И мы можем будет получать скидки. То есть это не обязательно магазины с продуктами. Это могут быть любые магазины. Киев и тому подобное. И сами вот магазины будут приходить на телевидение, чтобы увеличить свои продажи. Спасибо за внимание. Давайте сначала жюри спросим. Жюри? Да. Мы не так давно взнырнули в тесное взаимодействие с программой реальности, на которой чуть-чуть похоже. Фишка это ОК, фуршет. Больше трех миллионов пользователей, большая сеть. Так вот, например, в фуршетах нет оборудования, которое считывает штрих-код с мобильного телефона. Просто не считывает. Это такая большая проблема. Фуршет не хочет это поставить. То есть основной пол-апоненту, пользователя, он просто отъезжает. Цифровые способы оплаты, это тоже очень интересно. Я бы посмотрел, как правильно заюзывается в таком случае вебмане. Ну, это, наверное, на очень большой перспективу в том, как с мобильным, будет вопрос. Возвращается, что будет мобильный. Пейпал? Да, пионер. Даешь мне кобильный. Даешь мне кобильный. Даешь? Телефоном, ну, я буду вам показывать. Ну, перебивать там, я плачу. Понимаешь, что много бабушек не смогут оплатить. Ну, например, сейчас часто подключают уже многие люди, то есть, нельзя это там... Ну, молодые люди, в основном, даже подключают карточку, приятбанк, телефон, и они оплачивают, то есть, метро. Если же метро оплачивать, то можно... Нет, пейпас понятно. Тут вопрос вебмании был, потому что вебмании это не деньги, а право требовать некие акции такого-то предприятия. Ну, можно вебмани. А не над банком нашим. Да. Ну, сильно хорошо регулируется. Можно вебмани, можно вейпал, можно биткоин, если хотите. Биткоин, биткоин, да. Да, то есть... Биткоин в Украине не заходит. Чему? Ну, это уже не цель. Приват, биткоин, робот операции. Ну, так, не открыто, но... Ну, да. Если сильно плюнуть. Приказ, приват проводил операции типа перечисления на благотворительность, хотя тогда была прямая норма запрета в постановлении номер 223 Национального банка Украины. Приват регулярно плюет на наш банк. Но будут ли плевать ритейлы вместе с приватом? Потому что одно дело привата, другое дело, если ты маленький ритейл. Ну, если ты намайнив на килограмм картошки, то что ты не купил? Это такое решение, что в очереди, по сути, уже доедет. Ну, ок, да, выстрел понятно. Рубиться здесь придётся очень серьёзно, с очень серьёзными грязками. Возможно, как суть предложить этот настройка, там, селькова, сарахунок, фишки, прайду и прочее. Как настройка, как сервис. Хорошо, давайте ещё послушаем, там, вот там была мысль, и у Кости была мысль. Ну, да, на самом деле, как бы, многие сейчас в эту сторону заплаты у нас притейли. Вот, и одна из проблем, в связи, я думаю, что, сказали, что нет оборудования для считывания мобильных телефонов. Например, получилась эта проблема. 350 долларов и 4 месяца для того, чтобы оборудовать магазины только считывающим услуг. Вот, и эта проблема, особенно, если мы говорим о каких-то небольших сетях, для них это, может быть, проблематично. Вот, то есть, пока технология не повсеместра. Второе, насчёт того, зачем физически идти в магазин, чтобы там считывать QR-коды, если их можно считать где-то в другом месте, да, для того, чтобы на самом сайте заказать это всё другой, да. Ну, то есть, это не сильно, как бы, решает вот эту проблему, которую обозначили с очередями. Ну, будет стоять, пока же, очень беспобильные телефоны. Вот. Типа, мы в бане платили, да. И ещё там 2 или 3, даже, там, 5. Был интересный проект в Кирея, когда там супермаркеты, просто в переходах метро клеят на стену все продукты. Ты по дороге домой, ты просто сканируешь то, что тебе надо, вот, и делаешь заказ. Пока ты едешь домой, тебе это уже всё прибудет, да. То есть, не надо физически идти в магазин, не надо пускать ссылки, не надо стоять лучше. Оплата с телефона, да. Ну, то есть, абсолютно простой метод, удобный для всех. То есть, в принципе, ну, как бы, поле деятельности у вас отличное, и вы, ну, вполне этот проект, как бы, может быть реализован, но, скорее всего, он будет реализовываться в браках какого-то проекта, который кем-то сейчас делается из ритейла. Ну, ещё хотелось бы добавить насчёт телевидения. Ну, так я и мало сказал. Это очень хорошая фишка для телевидения, мы считаем, потому что, например, когда вы смотрите какое-то шоу или сериал, будет, как выясняется, QR-код, люди будут их считывать. Их там будет, например, 3 штуки, да, QR-кода. Ну, если человек не полностью посмотрел, он получил там 5% скидки, если потом 10, потом 15, если... Чем больше он смотрит, тем больше получают скидки. Ну, это один из вариантов, как для прямой рекламы, будущей по ТВ, сделать хорошую аналитику по тому, как она на реальной продаже взаимодействует. То есть, если человек видит рекламу лекарства, сканирует этот вход с экрана, потом идёт в оттеку и с ним покупает, получает при этом какую-то скидку, туда вообще прекрасно видно, как работает или как не работает реклама. Ну, это немножко другой продукт, это не то, что вы предлагаете. Вот в Дарвинской был другой вопрос. Как вы видите, вообще модель монетизации для здорового приложения. То есть, кто в данном случае платит за всё? Это сами заведения, которые входят в ваши сети, тритейлеры, магазины и так далее? Или это платят рекламодатели, которые там предлагают, какие-то скидки. То есть, как вы вообще видите там? Ну, мы считаем рекламодателей, потому что, ну, это приложение, прежде всего, сделано в том, чтобы сделать новую рекламу. То есть, больше как бы влезть в телефон пользователя. И, ну, вы знаете Google рекламу, да? Она рассчитана на пользователей, которые сидят в интернете постоянно, да? То есть, там, в Google, просто листах. А здесь будет на каждого человека, будет вести статистика, что он покупает. Потом он будет приходить на телефон сообщения с этого приложения. Кому нужна статистика? Магазин. Магазин. Секунду, сейчас вот Костя долго ждал, потом капюшка. Я просто просто хотел бы сказать, вот есть некоторые вещи, вот есть, там, дата пожелания, улица и так далее, а есть, вот, например, в реале, да? Это как то, что, ну, правда, как-то оно следует обращать внимание на региональные медиа, на реальную ситуацию, чтобы не выходить за рамки, там, в интернете, что я могу сказать авторитетно, поскольку занимаюсь программом для лояльности с тысячей, сейчас я вам скажу, с 2008 года. Начиная с Канады, потом эпиземически здесь. Так вот, мне тоже очень много, непонятно вам, сколько вы рассказали, почему это нереально. Это ненужная игра больших игроков, и, на самом деле, причины, по которым не интегрируется программа для лояльности, это же самое реальное, самое инновационное. Много, одна из которых, это то, что те, кто участники о лиционной программы лояльности, они не хотят делиться там. Раз. Второе, есть законодательное для лечения. Третье, проинтеграция, оборудование и т.д. Это уже даже десанты. Честно. Поэтому даже не смотрите абсолютно. Второе, по поводу QR-кода. Вы, когда вы эту ситуацию, презентацию, нашли ли какую-то статистику свежую о использовании QR-кода в нашей аудитории? Ну, статистику не смотрели, но как бы QR-коды сейчас в рекламе очень хорошо используются. Наводку хочу сказать. QR-коды – это не минулки, какой-то концентр. Считайте, по-моему, по-моему, те, по-моему, мы говорили о том, что в результате X-коды вы не старались в плане апгрейдов и идей появляющиеся коды это не запатентованная штука, не можно было бы возродить. Тем более, что мы на прошлом QR-коде часа назад получили хороший QR-код медиа, и мы сказали, в принципе, это как-то было бы интересно. Но честно, ни в направлении QR-кодов, ни в интеграции с глобальными игроками, это очень далеко. И в тот же момент, как вы это смотрите с девушками, очень поменяется. У меня необычные уточнения трошки в сторону интернета. Если QR-код или какой-то код будет появляться не в час шоу, а в час рекламы на конкретной рекламе, тем больше лояльность глядача на перегляд этой конкретной рекламы. Если у него еще установлена железяка, ну, то есть, и он в час рекламы, в которую он смотрит, и ждет на ней, потому что в таких фотографиях эта лояльность для перегляда вообще рекламы на канале выросла, и рекламодавец за увеличение лояльности будет трошки доплачивать за такую штуку. Ну, просто модель, просто модель трошки изменится, и она именно для маркетинга будет работать в другом русле, и они за такое будут готовы, как позже. Ну, допустим, футбол или концерт известный, и перед ним какую-то рекламу, обычно и так она дорога. И час рекламы, когда людина чекает рекламу, и хочет ее смотреть, а не переключает на инший канал. что да, ну, все будут смотреть рекламу, что 20%, какая экономия. Все будут сидеть переделизерами, и... А босс фоткать, сделать скриншот, закинуть в фейсбуке, все еще просто с фейсбука поле фоткали. Да. То есть... Да. Вот именно об этом я и хотела сказать. Последний коммент на сегодня. Ну, первое, простите за цинизм, не с точки зрения медиа человека, а с точки зрения человека, который ходит в супермаркеты. Вы давно в очереди в супермаркете стояли. Я стою там три раза. Вот на Пасху, на Новый год, и когда на 8 марта мужчины выбирают сковородки. Вот в этот момент, конечно, полнейшую. Я не стояла. Да. Ну вот, я не стояла ни в последнее время. Никогда. Потому что это... И потом ты живешь. Я живу в Гошаде. Ну, может быть. Но, второй момент, вот, из другого рынка. То есть, в Штатах это происходит не так. Ты можешь... То есть, когда идет реклама, ты можешь отправить смс на определенный номер, и тебе присылают на твой телефон, ну, талон. Но вы должны понимать, что это должно быть очень геолокализировано. Потому что рекламируется дарница, которая производит активированную пульс, а продает ее добрая аптека, которая вообще-то, ну, вот, не прямо связана с этим производителем. Поэтому, мне должны сказать, что вот, типа, в километрах, там, трех вокруг тебя, кто может пойти в аптеку с этим, ну, с этой историей, и получить, там, 15 копеек скидки. Ну, и плюс, опять-таки, скорее, коллегам вопрос, наверное, в Косте, но, подумайте о том, кто пользуется скидками. То есть, я могу сказать, что в моей семье людям, которые пользуются скидками, чуть больше, чем 60 лет. отмечу, подождите, да, ну, вот, если мы хотим поговорить про масс-маркет, то моя бабушка не сфоткает QR-код. Вот она умрет, мы его не сфоткаем. Она научилась отправлять смс. Вот это туда. Конечно, аудитория, там, меняется, растет, но при этом, и, там, последний момент, я думаю, что если это протестировать на каком-то локальном рынке, прежде чем в какой-то большой, да, пунктире, наверное, рано, а вот, какой-нибудь, дать небольшой город, если у вас придет эта идея. А вы должны, что, более биолокацию сделать с этими, как карточками накопительными, не тот же, например, в Америке, там, я знаю, Starbucks, у них тоже приложение есть, собственно, там, карточка накопительная. Мы такие же, какое же, хотим сделать наше приложение, только для каждого магазина, просто на другом карте. Бессмысленная, беспощадная. Нет, я говорю, а единоразовую, автологию, которую мне присылают, на мой телефон. Нет, тебе тоже задавали вопрос, и так как бы просто позадавать. то есть, это надо думать, я вот, вот, да, действительно, обсуждение идеи, или обсуждение проблем, идеи, реализации, даже две родные вещи. мы потратили так немало, час 15 на все эти презентации, сейчас, да, большое спасибо, прежде всего. и все эти презентации. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ